Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хотела бы рассказать о языковых школах в Ирландии, которые я сама лично посетила. Прежде чем начать рассказывать об этих школах, я хотела бы сказать, что многие студенты сюда приезжают по учёбе. Им разрешено работать в Ирландии во время учёбы 20 часов в неделю, а во время каникул 40 часов в неделю. Насколько мне известно, ни в какой другой англоязычной стране нет таких условий, как в Ирландии. Ну что, начнём? Я немножко сделала себе заметки. Если что-то забуду, то буду подсмотреть. Так вот, начну я со своей первой школы. Она называется Ситас Колледж. Она находится в центре Дублина, на канале Station, если не ошибаюсь. Было так давно, я уже забыла. Параллельно я буду смотреть на прайс и вам говорить. Кстати, вы можете проверить на их веб-странице. Смотрите, одна неделя обучения по утрам стоит 160 евро. После обеда тоже одна неделя, 140. Четыре недели 600 евро. 8 недель 1120. Но, если честно, я предлагаю вам лично пойти и поговорить о ценах, возможно, с секретарём, либо с сотрудником школы. Иногда бывают там скидки. Это я говорю по своему личному опыту. Что мне понравилось в этой школе? Так как эта школа была моя первая школа в Ирландии, мне понравилось то, что я там изучала не только английский язык, но и ирландскую культуру. Мы посещали практически каждую неделю во время хорошей погоды музеи, мы посещали арт-галереи, какие-то интересные исторические церкви. Мы очень много узнали об истории этих мест. И, если честно, я не только погрузилась в ирландскую культуру, но также в культуру других студентов, так как у нас было очень много мексиканцев, португальцев. Так, мексиканцев, португальцев, испанцев. Их было, этих студентов было большое количество, и мы иногда праздновали их праздники. Так, что мне понравилось? Мне понравилась дружеская атмосфера. Преподавательский состав был просто великолепный. Мне понравилась дисциплина. Каждую неделю после пройденного материала мы проходили типа теста, типа контрольной работы. Мы могли проверить свои знания. Раз в месяц у нас был мини-экзамен, по результатам которого мы могли перейти на другой уровень. Что мне не понравилось, это иногда эта школа была такая лайтовая, можно так сказать. Перед, я помню, перед Новым годом у нас практически не было класса. Это все-таки не государственная школа, я не знаю почему, но мы приходили, у нас, например, муви-дэй. Мы смотрели фильмы. В принципе, я могу фильмы дома посмотреть. Либо мы приходим, а классов тоже нету, по причине того, что там будут проходить другие ребята, проходят экзамен. Возможно, это был IELTS, я не знаю. Что-то, мне кажется, какой-то серьезный экзамен, так как нас всех распускали домой. И так было очень часто. И я там проучилась примерно 8 месяцев. Практически 8 месяцев. И потом перевелась в другую школу. Я, в принципе, могла бы здесь остаться, но мне хотелось что-то новенькое. Хотела других преподавателей, других студентов. Хотела просто поменять обстановку. И я начала... Получается, за 8 месяцев я смогла только пройти 3 уровня. Elementary level, pre-intermediate, intermediate. И на intermediate, если честно, я там немножко застряла. Потому что этот уровень, я считаю, для заполнения каких-то пробелов. Если вы, например, не знаете какие-то правила, либо у вас есть какие-то проблемы с грамматикой, преподаватель постоянно делал акцент на этом. И мы задерживались, мы повторяли снова и снова. И я не скажу, что я там потеряла много времени. Но большая часть времени ушла именно на этом левеле. И после того, как закончились мои 8 месяцев, я перевелась в другую школу, которая называется Everest School. Уже сейчас я хочу сказать, что это, наверное, моя самая любимая школа из всех трёх школ, которые я посетила. По поводу Everest хочу сказать, что... Также цены вы можете проверить у них на официальном сайте. General Intensive General English plus IELTS. Подготовка к экзаменам получается 26 часов from от 2250 евро. General English morning course 20 часов from 150 евро. Здесь цены расписаны, в принципе. Также для того, чтобы вас приняли в эту школу, для начала вы должны пройти тестирование. Либо онлайн-тестирование, либо face-to-face с каким-нибудь преподавателем. Вы просто туда приходите, вас заводят в кабинетик маленький и задают какие-нибудь вопросы по поводу путешествия, что вам нравится, что вам не нравится, выявить ваш уровень английского языка и потом уже распределить вас по классу. Эта школа, получается, тоже находится в центре Дублина, очень близко к Графтон-стрит. Я после урока постоянно ходила гулять, получается, по Графтону. Там еще парк очень красивый, особенно весной. Все-все люди, студенты, сотрудники офисные проводят там время. Мне очень понравилась эта школа. Студенты дисциплинированные, педагоги профессиональные. Мне понравилась их методика, как они преподают. Очень быстрый коннект произошел с преподавателями. Они давали нам домашние задания. Некоторые, получается, методики были тоже в игровой форме, но это было очень интересно. В каждую пятницу, получается, мы нас делили на две команды и просто проверяли наш словарный запас, фрезервербс, какие-то фразовые крылатые выражения и так далее. И из минусов я вроде про плюсы все сказала. Мне понравилась локация, преподаватели. У них был, получается, курс с академическим уклоном. А также они помогали, получается, у них были курсы специальные по подготовке IELTS экзамена. Кембридж, если не ошибаюсь, и IELTS тоже. Так, а из минусов? Минусы я, наверное, не припомню, если честно. Так вот, переступим к третьей школе. После того, сколько я здесь осталась, я не помню. Но мне не хватало разговорного английского языка, так как я не работала на тот момент, и у меня не было англоязычных друзей, я решила, если будет какая-нибудь возможность, найти либо фри-курс, либо какой-нибудь тоже такого плана курс, но только платный. И я зашла, узнала в СВА на школе про цены. И там как раз были скидки какие-то глобальные, я уже не помню, если честно, потому что это было два года с дома назад. Я тогда тоже записалась туда и начала ходить Afternoon, получается. In the morning я ходила в Эверест, и Afternoon я ходила в другую школу. Из плюсов мне понравилась локация. Это было прям в Графтон-Стрите, на Графтон-Стрите. Преподавательский состав был тоже очень хороший. Было очень мало студентов, где-то пять. Мне кажется, что большая часть студентов, они работали и просто не посещали курсы, потому что когда нас потом перевели на онлайн-обучение, нас было очень много. Больше 25 студентов, наверное, в одном классе. Мы там тоже... Из плюсов мне понравилось то, что мы посещали тоже музеи всякие исторические. Кстати, все музеи были бесплатные для студентов. Также мне еще нравилась тоже их методика. Например, когда хорошая погода, преподаватель нас собирала в парке. Мы садились такой в круг, и все наши конверсейшн проводили там. После того, как случилось это проблема с коронавирусом, мы все перешли на онлайн-обучение. И мне единственное, что не понравилось в СВАНе, это онлайн-обучение. Потому что, так как я уже сказала, ребята, возможно, работали, у них камеры были выключены, они совершенно не принимали участие в разговорах. И там каждую пятницу мы тоже смотрели фильмы. Нам преподавательница открывала в Netflix фильм. Ребята там выбирали какой-то фильм. И мы его смотрели. Связь была не очень хорошая. Да, мне единственное, что не понравилось в СВАНе, это онлайн-обучение. И продолжила я свое обучение в Эвересте. Я не знаю, там либо ребята, которые посещали утрешний класс, они либо были ответственны, либо они хотели продолжать учебу в Ирландии, потому что не было проблем ни с камерой, у всех было желание присоединиться к разговору и так далее. Так вот, я рассказала о своем опыте. После того, как я окончила курс по Эверест-школе, я сдала экзамены IELTS, которые я успешно прошла. И через несколько месяцев я поступила в университет. Я проучилась один год. Кстати, в университете я тоже получила English Sport. Это уже отдельное видео. Если будут какие-нибудь вопросы, задавайте, пожалуйста, под этим видео. Поделитесь своим опытом. Возможно, вы тоже посещали эти школы. Что вы думаете о них? Спасибо, что оставались со мной. Я пошла монтировать это видео. Встретимся в следующем видео.